Здравствуйте! Почему мы обманываем своих близких? Какие цели преследуем и оправдывает ли результат наши ожидания? Сегодня мы говорим об этом. На наши вопросы отвечает священнослужитель, консультант по семейным отношениям Василий Половинко. Василий, здравствуйте! Здравствуйте! Когда молодые люди создают семью, как правило, они мечтают о том, что их отношения будут открытыми, что они будут искренними друг с другом, что они все будут друг другу рассказывать, не будет у них секрет и тайн, и недомолвок, но время идет, и в некоторых семьях возникают такие ситуации, когда кто-то начинает партнера обманывать. Я не говорю о таком обмане, например, связанном с изменой, но бывает, что мы идем сознательно на ложь, бывает эта ложь серьезная, бывает эта ложь незначительная, бывают какие-то недомолвки, но, тем не менее, ложь есть. Вот почему некоторые люди сознательно идут в своих семьях на ложь иногда? Очень актуальная тема, потому что сегодня мы в нашем обществе хотим лучшего от отношений с людьми, с которыми живем, мы хотим лучшего для самих себя, любимых, хотим, чтобы нас воспринимали, что мы белые, пушистые, что мы идеальные, и поэтому, к сожалению, человек идет на эту дорогу, на эту тропу становится. Но вот слова Льва Николаевича Толстого хотелось бы вспомнить по этому поводу, где он говорит, что самая обычная и распространенная причина лжи – это когда человек идет на обман и обманывает не людей, а обманывает самого себя. То есть получается, что внешне, кажется, человек идет на ложь, обманывая рядом находящихся с тобой людей. Супруга, супруг, дети, товарищи, может быть, коллеги по работе, приятели. Но по большому счету ложь скрывает в себе, глубина находится лжи гораздо в большем. И вот эта причина заключается в том, что еще очень тоже хорошее определение, помогающее понять причину природы лжи – это когда мы говорим о том, что ложь со своей стороны заполняет некий пробел между вымыслом нашим, между нашими мечтами, между реальностью. То есть мы придумываем ложь, чтобы нашу жизнь сделать немного краше, лучше. Ну, потому что реальность не такова, к сожалению. Ну вот привезите, пожалуйста, примеры. Ну вот, что касается примера, почему человек идет на ложь. Несколько даже позиций по этому поводу можно было бы рассмотреть. Первое – это то, что человек работает над своим имиджем. То есть ему необходимо вот этот имидж свой сохранить, где бы он ни находился, чтобы он ни делал. Даже существует такая пословица – встречает по одежке. То есть ты хотел бы подать себя в идеальном виде, в идеальной форме. Ты хотел бы, чтобы о тебе думали, что ты самый лучший, самый интеллектуальный, самый здоровый, самый сильный человек. Белый и пушистый, условно говоря. И человек, создавая этот имидж свой для себя, он пытается его каким-то образом защитить, оправдать. Чем? А тем, что, возможно, в книге такой бросает пыль в глаза. То есть людям, чтобы они о нем думали хорошо, при всем при этом только лишь время может расставить точки над «и». То есть имидж, работа над ним, она позволяет или же вынуждает человека идти на ложь определенного. Ну вот, допустим, да, у мужа какие-то сложности на работе, или, возможно, ему долго не поднимали зарплату, а цены и потребности семьи растут, и жена говорит, «Да что ты все на этой работе? Вот смотри, наши знакомые все уже давно работают там, а ты до сих пор вот здесь. И вот что-то тебя там держит. Найди-ка себе тоже». Да, а у него там какие-то определенные есть сложности с поиском работы, может, неуверенность в тебе, он говорит. «Да вот потерпи, еще немножко мне обещали повышение. Да у нас вот зато коллектив хороший. И вот скоро уже я дослужусь до тех, до тех и до тех. Как раз вот тот, кто уходит на пенсию, да, потерпи немного, и как бы у меня вообще все будет супер. И вот, ну как бы, может быть, своего рода самообман, может быть, на самом деле повышение ему и не обещали. Вот, ну, он надеется. Ну вот, примерно вот такая ложь. Это можно сказать, что это прям страшная ложь? Ну, вы знаете, как бы существует много разновидностей лжи, вот, начиная там от фальсификации, вот, симуляции, некая такая вот подтасовка фактов, вот, преувеличение, преуменьшение, блеф определенный. То есть, когда, допустим, человек чем-то вот кичится, хотя на самом деле такового не существует, и вот такового нет. Вот. Ну, и многие другие моменты, в том числе и ложь во благо, и самообман. Когда человек идет на этот путь, в принципе, чем-то оправдывая, что он получит взамен в результат, если он пойдет путем лжи. Как правило, конечно, это корыстные какие-то шаги, какие-то корыстные действия, являющиеся благом для самого человека. Но вот Священное Писание, Слово Божие, говорит нам четко по этому поводу, что всякая неправда есть грех. То есть, какой бы вид лжи мы ни использовали, ложь остается ложью. И отношение Бога к лжи, оно очевидно и конкретно, что Бог ложь ненавидит. Даже написано, что он терпеть не может, когда человек проявляет, как бы, эту ложь. Но почему происходит, или эта ложь находит место, или гнездо себе свивает в сознании людей, особенно мы, когда говорим сейчас о семьях между мужем и женой, где мы говорим, ситуация связана с имиджем человека, где он пытается каким-то образом себе оправдать положение вещей. Другая позиция, когда человек не хочет потерять отношения. То есть, он идет на ложь определенную, чтобы отношения с человеком были сохранены конкретно. Допустим, приходит муж домой с работы, уставший, ужинает. И во время ужина супруга спрашивает, ну как тебе, милый, ужин? Ну, в этот раз так получилось, что ужин оказался, ну, не совсем в том виде, в котором он хотел бы его, о котором он мечтал, возможно. Что говорить мужу? Сказать ему правду? Жена вообще скажет, знаешь, вон та струля, вон продукты, сам будешь готовить себе еду в следующий раз. Сказать, что суп вкусный, ну, если, допустим, там еда вкусная, и она очень понравилась ему, это означает, что ты подвергаешь себя шансу, в следующий раз есть еще такое же блюдо, которое тебе мало устраивает. И вот как здесь быть? Вроде бы отношения не хотелось бы портить. Ведь ты же не просто там какой-то женщине там на работе, кто в буфете работает, говоришь там, вкусно или невкусно. А это жена твоя, с которой тебе, так скажем, спать в одной комнате, на одной кровати и так далее. И вот как быть? И вот иногда в семейных отношениях используется определенная такая вот, ну, на ложь пойти, чтобы лишь бы отношения не порвать. Ну, ведь, наверное, просто есть уже опыт в этой семье, что когда муж говорил правду, какая она есть, жена обижалась, жена бойкотировала его. И в следующий раз, чтобы не нарываться на такое отношение, он предпочитает вежливо сказать, нормально, хороший ужин, спасибо, дорогая. Потому что если, ну, как бы действительно сказать, слушай, ну, вкусно, но пересолено, или не готовь мне, пожалуйста, вот это, это, это. Вот, например, я знаю, что вот мой муж не любит определенные продукты, он их не ест и в любом виде. Откуда вы узнали об этом? А он мне это сказал, он мне это сказал, не готовь то, то и то. Но причем в гостях... Это вас обидело, если вы... Меня это не обидело. Ну, пару раз в гостях он это ел и нахваливал. И я ему потом в шутку говорю, слушай, ты же мне сказал, что ты это не ешь, а то ты вот это вот. А он говорит, так было так вкусно. Ну, вот, ну, в принципе, ну, меня это не обидело. Ну, вкусно и вкусно. Ну, я соглашаюсь, что я не суперкулинар, не мой конек, как бы, приготовление вкуснейшей пищи. Но если жена действительно так реагирует, что ты нарываешься на грубость, то лучше, вот, ну, как бы опасно говорить правду иногда. Видите, Юля, получается, что тут, я думаю, что проблема двоих. С одной стороны, реакция жены, а с другой стороны, слова мужа. Как ты скажешь своей жене... Тоже важно. Как ты, какую такую реакцию ты и вызовешь. Понимаете, все очень просто. Некий бумеранг такой, который ты отправляешь, он тебе вернется. Каким образом решать тебе, потому что ты это будешь сейчас произносить. Да, понятно, может быть, жена специально приготовила такой ужин, чтобы наказать мужа. И спрашивает его, да, как тебе ужин? Понимаете, вот поэтому тут важно, чтобы на самом деле была откровенность, была открытость. То есть то, что можно было поблагодарить за ужин, ведь она же старалась, она же готовила. Но при этом, при всем сказать, что можно в следующий раз положить поменьше соли. Достаточно мудрый ответ, ход, где ты никого не задеваешь, или какие-то чувства, так скажем, ты не затрагиваешь в этом вопросе. Что касается еще одного момента, не менее важного, когда в супружеских отношениях интересно всегда жене, как она выглядит. Она спрашивает у мужа своего, как я выгляжу? Возможно, на платье себе купила новое, или там прическу себе сделала. И вот момент истины наступает. Если реально муж понимает, что где-то ему не совсем подходит этот вариант. И то, как она оделась, лучше бы она так не одевалась, либо сменила другое платье, другой наряд. Но, как вы сказали уже, он боится реакции, которая уже была в прошлом. Поэтому он иногда идет на эту ложь. Ложь, которую можно было бы избежать. Опять же, если учитывать, скажем, характер женщины, ее подход, ее эмоциональность, и сказать об этом гораздо более для нее подходяще и правильно. Женщина любая, она хотела бы выглядеть красивой, она хотела бы выглядеть самой лучшей для своего супруга. Поэтому здесь тоже можно, определенные позиции, было бы сказать, как, ну, можно сказать, любимая, в другом наряде ты гораздо выглядишь лучше. Ну, как вариант, допустим, даже, да. Поэтому другие могут быть примеры по этому поводу. Еще позиции, почему человек идет на ложь. Вот самый интересный момент, вот даже по тому, о чем мы говорили. Вроде бы мы идем на ложь для сохранения отношений. Но что самое интересное, когда потом раскрывается эта ложь, то отношения теряются. И они падают, так скажем, еще ниже или назад как бы откидываются. Ну, и идем иногда на ложь не сколько, может быть, ради сохранения отношений, сколько ради сохранения собственного покоя. Вот, собственного покоя. Опять же, некий такой подход, некий такой эгоистичный. Вроде бы, да. Я говорю, что внешне я для отношений, но чтобы лишний раз меня не кантовали. Не трогали, не беспокоили. Но внутренний мирок, его как бы не ворошили. Потом также мы говорим о том, что есть люди, которым, ну, на самом деле нравится ложь. То есть такие патологические вруны, лгуны. И они от этого получают определенное удовлетворение, что они там вот так живут и используют эту ложь. Но однажды, тоже общался я с группой людей, мужчина один говорит, что я вот раньше относился к таким людям. То есть этот человек верующий сегодня, да, христианин, и он говорит, до знакомства с Богом я таким был, но сегодня моя жизнь изменилась. То есть когда мы говорим о том, что существует такая категория людей, и в психологии об этом нам тоже вот говорят, возможно, кто-то на этих людях уже поставил крест. Все, этот человек уже неисправим. Но вот пример, доказательство того, что люди меняются, они могут измениться. Вот эта вот сила, которую Бог имеет, и Он готов предоставить человеку, желающему измениться, нуждающему в своем изменении, это реально. Мы также говорим о том, что ложь – это то, когда мы пытаемся что-то прикрыть в своей жизни, то, что нам не хотелось бы, чтобы знали другие люди. Когда мы говорим в семье об этих ситуациях, то мы предполагаем, что у нас есть что скрывать. А если у нас есть что скрывать, значит, у нас отсутствует доверительное отношение между супругами. И это отсутствие доверительных отношений, разговора, возможно, мы этого не используем, потому что боимся взрыва. Мы говорили об этом, мы не используем, потому что боимся реакции определенной человека, с которым мы живем. Но нам важно, несмотря на то, что есть определенная опасность потенциальная, у нас должна быть перед нами цель. Мы говорим конструктивную правду, правду, которая будет созидать, правду, которая будет отношения скреплять. Хотя у лжи, может быть, лжи во благо, в каких-то определенных ситуациях семейных, могут быть плюсы. Какие могут быть плюсы? Но, видите, мы не воюем с женой. Поэтому я использую лжи во благо, чтобы не воевать. Я не имею проблем в семье, каких-то сложностей, трудностей. Но все это временно. Рано или поздно все придет, и, как в той сказке, семья останется у разбитого корыта. Почему? Потому что, используя ложь во благо, люди теряют общность. Вообще ложь используя в семье, они теряют общность между собой. И вот это взаимопонимание, связь, которая их соединяет, которая их вместе делает единым целым. Ну вот интересно, у нас времени остается мало. Есть также ситуации, когда у каждого из партнеров свое видение проблемы. И вот человек говорит, описывает то, как он это видел, как он это преломил через свой опыт, через отношение к другим людям. А другой человек это по-другому воспринимает. Он посмотрел на меня с неприязнью. Да он не с неприязнью посмотрел, просто он устал очень. Ну вот такие вещи, и вроде бы они соответствуют действительности, но и ложью не назовешь. Вот при разговоре с людьми, вот так скажем, при разговоре со супругом своим, необходимо понимать то, почему он так реагирует. Или почему он, допустим, делает какие-то определенные шаги или поступки. Что является причиной. Возможно, есть то, что на самом деле совершенно никакого не имеет здесь отношения к ситуации. Но мы, не разобравшись, сделали поспешные выводы, и в итоге у нас образовался конфликт, который могло бы не быть. Даже если мы не использовали бы ложь. Идя правдой, и идя, так скажем, истиной, говоря то, что могло бы быть созиданием для семьи, оно, конечно, не совсем приятно. Оно где-то и больно колет, потому что правда колет всегда. Но если ты знаешь, что этот человек тебе говорит правду для того, чтобы ты стал лучше, а не для того, чтобы тебя уколоть, зацепить или унизить, то ты совершенно по-другому воспринимаешь эту информацию. Хорошо. Время нашей программы закончилось. Благодарю вас, Василий, за участие. Спасибо большое вам. Всего доброго. Дорогие друзья, спасибо за то, что смотрели нас. Это была программа «Мужчина и женщина». Если вас заинтересовала тема, которую мы обсуждали, отставляйте свои комментарии, отзывы и вопросы на нашем сайте, а также в социальных сетях. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok